Десятки активистов преследуют и арестовывают без законных оснований. Так, действуя руками КНБ, правительство хочет помешать людям собираться и помогать друг другу говорить о жизни в стране. Летом более тысячи человек со всего Казахстана приняли участие в поминках и строительстве дома для семьи известного активиста Дулата Агадила. Ведь его семья лишилась кормильца по вине властей. А ты знала, когда папы не было? Ты знала, где он? Да, их полицейские забрали. А зачем полицейские забрали? Ну, они же злые. Как и Дулат, Айгуль с Аблавасом более двух лет боролись с режимом за соблюдение своих прав. Сначала Аблаваса посадили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в экстремизме. После этого жизнь Айгули четверых детей изменилась кардинально. Женщина начала борьбу с режимом за свободу своего мужа. За это ее хотели посадить вслед за мужем и оставить четверых детей сиротами. Да, я та самая женщина, которая сотрудника КНБ и ДВД, а также прокуратура. Посчитали, что я опасный элемент, опасный человек. И что я должна быть осуждена. С чем я не согласна вообще. Кушать не буду, объявляю голодовку и все. Я не хочу дальше продолжать этот цирк. Столкнувшись с силой Айгуль, система дала трещину. Судьи из Актау отказались исполнять приказ сверху и сажать невиновную женщину. Отважные судьи сразу же лишились должностей и подверглись давлению. Но их пример стал показательным. На сегодня незаконно мне отстранение от занимаемой должности. Это произошло из-за того, что на сегодня мы отношения Акбердеевой приняли, которые обвиняют ее в простоте 179-й части 2-й. Мы, судья принял, Байтура принял закон и обоснованное решение. Я оправдал, что в ее действиях никакого состава нет. Под давлением гражданского общества год назад по УДО выпустили и облаваса. Преследование полиции лишили облаваса работы, а его семью – средств к существованию. Большая семья живет в недостроенном доме. Казалось бы, богатый район, но при этом дома в плачевном состоянии. Как это можно жить в такой временке? Посмотрите, это сарай с сараем натуральным. По-другому это никак не скажешь. Трое детей в сентябре должны пойти в школу, но из-за преследований у родителей нет возможности подготовить всех их к школе. Это детская комната, где занимаются дети, находятся. Вот получается тоже, сюда залезешь, подошь вот этот термитный гнездо. Можно сказать следующее, что после того, как мы сейчас объявили осад, как закончим дом, эту времянку нужно будет полностью сносить, и весь грунт, все содержимое, все стены вывозить далеко отсюда, чтобы эти термиты не перебрались теперь в большой дом. Активисты приехали построить для них дом, чтобы уже зимой дети могли делать уроки в новых, теплых комнатах. Средства на поддержку семьи можно отправлять на карту Айгулек Берды в Каспи-банке. Мы все знаем, что вокруг именно этой семьи происходит большая концентрация и внимание со стороны Комитета национальной безопасности, который действует силами полиции города Актал. Эта власть хочет сломать, сломать семью Аблаваса Джумаева. Они хотят запугать Айгуль Акберды, эту нашу казахскую Жанну Деарк. Поэтому еще раз, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом помочь семье, помочь Айгуль Акберды. Так общими усилиями Асара был построен новый дом для семьи Дулата Агадила. Режим боится, что люди также могут собраться вместе и построить новый Казахстан. Казахстан Казахстан